Здравствуйте дорогие друзья и гости канала! Сегодня речь пойдет о тюльпанах. Это красивые, самые красивые весенние цветы на мой взгляд. Думаю нет ни одного человека, который останется равнодушным к этим красоткам. Я рассказываю о своих тюльпанах, которые я выращиваю в саду в открытом грунте. Так как существует множество способов выращивания тюльпанов, выгонка тюльпанов, в тепличных условиях очень много, в больших объемах выращивают тюльпаны для продажи. Я же выращиваю их для души, для себя. Луковицы я высаживаю поздней осенью, примерно в октябре, в конце октября, для того, чтобы луковицы успели прижиться, прорасти, но не прорасти на поверхность. Это важно, чтобы луковицы при морозах не замерзли. Имейте это ввиду и высаживайте луковицы примерно за полтора месяца до наступления заморозков в вашем регионе. Уход за тюльпанами достаточно простой, я считаю. Воды еще достаточно, но все-таки, если у вас сухо и дуют сильные ветра, то тюльпаны, конечно, любят полив, любят хороший обильный полив, но луковицы не переносят большого скопления жидкости, поэтому следите за умеренностью, чтобы они не загнили. Ну и также еще советы по уходу, это рыхление почвы. Ну сорняки какие-никакие, само собой, тюльпаны это тоже очень-очень любят. Во время цветения тюльпаны можно подкормить, чтобы они радовали вас своим обильным цветением фосфор, калий, магний, но не азотными удобрениями, так как азот важен для растения только в первый период его роста. После того, как тюльпаны отцветут, цветоносы я удаляю, а листва должна засохнуть естественным образом, чтобы все питательные вещества опять перекочевали в луковицу. Луковица приготовилась к следующему году и обильно цвела. Я свои тюльпаны выкапываю, не оставляю их в земле, так как считаю, что во время засухи и в летом они уходят вглубь и потом мельчают, и на следующий год уже нет такого красивого и обильного цветения, поэтому луковицы я выкапываю. Кто будет следить за моим каналом, я, конечно же, все покажу, как я это делаю, в какой период надо выкапывать луковицы и как их хранить. Все на канале конкретно покажу. В природе существует три основных цвета тюльпанов. Это, конечно, красный, желтый, белый. Ну, слегка фиолетовый еще есть, но все остальные сорта, разноцветные, с крапинками, это все гибридные сорта. Для того, чтобы у вас были вот такие вот сочные желтые тюльпаны, никогда не сажайте их рядом с красными, так как они имеют свойство переопыляться и на следующий год у вас уже не будет вот таких вот красивых желтых тюльпанах. Если вы любите желтые тюльпаны, то, пожалуйста, сажайте их отдельно от красных на некотором расстоянии. Вот такие небольшие советы по уходу. Я думаю, это не сложный цветок, не прихотливый цветок, на мой взгляд, поэтому я советую всем обязательно приобретайте посадочный материал, луковицы и радуйте себя цветением тюльпанов. Это действительно очень красивое, завораживающее зрелище. Болезни у тюльпанов, конечно же, тоже существуют, как и у всего живого, но при правильном уходе и если вы будете прислушиваться к советам, то, конечно же, у вас будут здоровые, красивые луковичные цветы. Также многие говорят, что луковицы съедаются грызунами. Да, луковицы у тюльпанов аппетитные, грызуны тоже это вредители для тюльпанов. Поэтому первый мой совет, высаживайте луковицу у себя в саду в пластиковых таких горшочках, чтобы помешать грызунам съесть луковицу тюльпана. Это одна из причин. А другая причина, вы можете выкопать из клумбы ваш горшочек и тюльпаны уже будут засыхать в другом неприглядном месте. Вот для этого и существуют пластиковые горшочки для тюльпанов. Это некая защита и некоторая помощь. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам непременно красивой весны, красивых вам цветов в доме и в саду.